Привет, друзья! Так, у нас на сегодня пока что две посылки. Это из города Владимир и из города Якутск. Якутск. Здесь должна быть, интересно, восьмерочка. Там, что называется, перед-зад. Так, давайте глянем. Интересный такой пациент. Разбит так довольно сильно. Тут, да, чем интересно, будем менять переднюю часть. Экран не другой копии будем ставить. И задний, ну, корпус целиком. Потому что здесь вот загиб такой есть. Вот это все дело нужно нормально сделать. Чем интересно, да, хотел показать вот этот формат, где написано просто iPhone. Это западный формат, америкосовский, то есть не европейский. У нас всегда корпуса есть двух типов, даже трех типов бывает. Это вот европеец, где такие сертификаты. И непосредственно просто америкос. Соответственно, будем делать вот такой же. Посмотрим, как он там живой-неживой. И будем заниматься. Да, показываю, что разрежем. Берет заряд. Сейчас дождемся, проверим минимальный функционал на заблокированном устройстве. И будем делать. Так, аппарат включился. Минимально, что возможно, проверяем на заблокированном устройстве. Вызов. Да, вызов идет, все окей. Так, 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 так. Так, хотел проверить камеру фонарь, но это на заблокированном невозможно. Так, ладно, здесь не принципиально. Еще хотел одну штуку посмотреть. Это работу беспроводного интерфейса Apple Pay. Да, работает. То есть, вот я подношу к устройству с активным NFC-передатчиком. И на интерфейсе заблокированном появляется... На устройстве заблокированном интерфейс ввода пароля. Еще раз. Раз, все окей. Так, это просто, чтобы понимать общую картину состояния аппарата. Так, да, еще что-то уточнил владельцы. Я думал, тут с камерой проблема. Нет, там все нормально с камерой. Здесь батарейку нужно будет заменить. Да, я перепутал, там еще случайно логично идет. Все нормально здесь. Батарея нужная будет еще поменять. Ну, это правильно. Батарейка родная, не минимальная. Просто уже сейчас все соберем, проклейку обновим. И чтобы пользователю не пришлось лишний раз там открывать, обращаться, батарейка уже будет новая установлена. Все логично, все правильно, все окей. Рима Баэл, здравствуйте. Добрый день, здорово. Здравствуйте, здравствуйте, Евгений. Как выливаете? Да, ничего, нормально. Добрый день, надо ехать. Значит, хорошо все. Ну да, что вот хотел показать. Телефон этот приобретался наверняка на самом выходе, 17-й год, сентябрь. Ну, то есть, все вы знаете, что в сентябре презентация был, и устройство выходит. То есть, это один из самых первых Hi-8, взят был, видимо, на старте. Да, конечно, это послужило, получается, 3 года без одного месяца. Без двух. Это, конечно же, срок. Это даже по теперешним меркам на современных системах это два срока. То есть, сейчас батарея служит там, ну, полтора-два года максимум. Да, кстати, забыл показать еще. Это вот американец непосредственно с эпплоским логотипом на стекле. Original. Так, переходим к экрану. Экран будем ставить копию недорогую и... Ну и да, и просто. Грязичка. Сейчас наклеим влагостойкую проклейку. Закрываем. И все окей. Так, перед финальным закрытием нужно проверить минимальный функционал, опять же, что возможно, на устройстве. Так, беспроводные интерфейсы. Окей. Это функция Apple Pay. Гуд. Так, беспроводная зарядка. Гуд. И сейчас нужно ставить чин-карту, сделать алё-алё. Что-то, заметил забавную вещь, можно будет камерой проверить на заблокированном. Время разговора. Сейчас включу фейстайм. Она сбрасывается. Гаси тут систему. Угу. Так. Это фронтальная получается. Основная. Угу. Да, забавно. Что-то, какая-то настройка, видимо, стоит, что можно ответить на фейстайм. И вот таким образом можно камерой проверить. Ну, все окей. Так, собираем. Да, и вот зачем вообще мы заморачиваемся за это дело? Чтобы вот здесь все было идентично родному. Ну, там, допустим, мало ли владелец соберется продавать устройство. А знающий человек, сразу посмотрев на корпус, ну, скажет, да, у вас там корпус там не родной, либо минимальный. Потому что на американце такая надпись, на европейце другая надпись. А тут можно, собственно, тактично просто не наврать, а тактично умолчать. Устройство в порядке, все сделано хорошо, все в идеале, без проблем вообще. Там лишнее зачем вот эти там, что-то корпус мененный, не мененный, там, можно это все опустить в подробности. И смело продавать. Качество оригинал, все в порядке, все четко. Так, собственно, все. Тут сейчас еще сделаю, немножко тут подляпал. Защитное стеклошко поклею в подарочек. И, конечно же, чехольчик. И все окей. Вот, блин, стекло с дефектом в мусорку. Так, стеклышка сверху есть. Сейчас я еще хочу назад пленочку сделать, поищу должна быть. Так, вот таким вот образом. И чехольчик еще. Тут ничего не выдумывать, возьмем черный с закрытым низом, крутой. Все, на этом все. Телефон готов полностью, все окей. Пакуем, отправляем. Напоминаю, было вот так вот. Это да, это якутску привет. Так, и сейчас давайте сразу же тоже сделаем посылочку из города Владимир. Здесь, если я не ошибаюсь, должна быть и съешка. Там просто замена батарейки. И там у них частая проблема. Экран отходит. Тоже это нужно будет глянуть. Ну да, здесь у них больное место. Вот это вот люфтит у них сильно очень. Прямо вот настолько отходит. И вот так играет. Правый верхний угол, потом по кругу обычно расходится. И начинает вот так люфтить. Тут может быть даже батарея где-то. Давайте откроем, посмотрим. А, устройство, давайте еще глянем. Устройство не заблокировано. Позволю себе проверить состояние батарейки. Объем. Аккумулятор. 85%. Плюс-минус около этого. Это уже время для замены. Так, вырубаем. И занимаемся. Заменим батарею и проклеим экран. Ну да, при открытии видно его расщепило вообще очень сильно. Он прямо от сих. Так, полностью до сих. Так, проклеить нужно будет до основательного. Вот насколько рамка вообще отходит. Вся расползлась. Особенно сильно вот этот правый верхний угол. Так, 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 так. Грязь кудовой. Сеточка довольно чистая. Но в данном случае снял, чтобы здесь рамку полноценно проклеить. Так, с экранчиком готово. Сейчас батареечку меняем. Батареечка конца 2017 года. То есть, 11 месяцев, 17 год. Да, срок. Так, наша оригинальная батарейка. Производство, третий месяц, 20 год. Маркировка оригинал. Так же, как и на родной. Так, проклеили экран. Сейчас он сидит на месте, не люфтит. Заменили батарейку. Все в порядке. По батареечке давайте, да, глянем. Аккумуляторов. Емкость 100%. Вот. Как и должно быть на новом аккумуляторе. Да, сейчас, сейчас, что, вот опять же, повторюсь, да, может быть, неоднократно это говорил. Сейчас батарейки, и последняя, вот, когда уже ставим, когда телефон уже на 13 системе, она не прослужит, может быть, так долго, как прослужила родная. Просто потому, что эта батарея еще выходила на старой системе 2017 года. И она поэтому так прослужила. Сейчас полтора-два года срок службы батарейки, это нормально. Ну, здесь, грубо говоря, ну, здесь два с половиной она полностью в пользовании. Два с половиной. Ну, поменьше на полгода, месяцев на семь сейчас служит батарея. Из-за того, что система последняя более энергозатратная. Это нормально, логично, и это должно быть понятно. Так, а вообще, вот этого, да, я забыл сказать, вот это почему происходит. То есть, вот начинает люфтить. Тут даже не из-за того, что это там какое-то больное место, либо что-то там на этих телефонах. Здесь все довольно просто очевидно. Вот это место был удар, когда-то в свое время. И корпус поджимает этот угол. То есть, тут такая заметка нехорошая, она вот видна. Немножко вот так вот, да, под углом. Видно, что металл он уведен сюда, вовнутрь. Соответственно, она в этом месте начинает давить на само стекло. Стекло пытается выбрать прямую форму. От давления, от подогрева он не начинает почуть расходиться. Ну, все нормально, мы свою проклейку сделали. И, как показывает практика, держать довольно хорошо нужно. Так, подарочки. Поклею защитное стекло лишнее не будет. И чехолчик. Чехолчик давайте вот такой красивый, серенький сделаем. Он классный, вот как раз от подобных вещей защищает. То есть, вот этот угол защищен, при ударе просто тупо нивелирует. Любое падение, удар сохраняет корпус целостности. И, соответственно, таких проблем защищает. Так, все, тут на этом все. Пару посылочек сделали. Завтра новый день, будем продолжать.